Украинский конфликт унес жизни по меньшей мере 5358 человек. Новые данные по жертвам вооруженных столкновений в Донбассе огласило сегодня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Информация касается периода середины апреля прошлого года. Число раненых в результате боевых действий за этот же период, как сообщают в Женеве, достигло 12 235 человек. Верховный комиссар ООН Зейдра Адальхусейн призвал к прекращению боевых действий на востоке Украины. Ни Сербия, ни Хорватия не совершали геноцида. К такому выводу пришел Международный суд ООН в Гааге, рассматривавший дело о массовых убийствах на территории бывшей Югославии в начале 90-х годов прошлого века. Жертвами тех трагических событий стали более 20 тысяч человек с обеих сторон. Загреб, первым подавший из Гугаагу, обвинял в этнических чистках власти в Белграде. Сербская же сторона, обратившаяся в Международный суд ООН со встречным иском, ответственность за гибель людей возлагала на хорватов. Рассмотрение дела продолжалось более 15 лет. Вердикт, вынесенный коллегией из 17 судей, обязателен для Белграда и Загреба, и обжалованию не подлежит. Акты, подпадающие под определение геноцида, были совершены Югославской армией или сербскими силами в отношении этнических хорватов. Но преступления имели цель изгнать хорватское население из региона, а не уничтожить его. Суд также пришел к заключению, что в ходе операции «Буря» силы Республики Хорватия также совершали действия, подпадающие под определение геноцида. Однако и они не были совершены в таком объеме, который бы давал основания утверждать о намерении осуществить геноцид. Доклад Совета ООН по правам человека о возможных нарушениях Израиля во время антитеррористической операции «Нерушимая скала» в секторе газа должен быть аннулирован. Так считает премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньягу. Своё заявление он сделал после известия об отставке канадца Уильяма Шабаса с поста главы спецкомиссии ООН, занимавшейся расследованием событий лета прошлого года. Председатель правительства обвинил как самого Шабаса, так и Совет по правам человека в необъективности и предвзятости по отношению к Израилю, пообещав, что Иерусалим продолжит защищать себя от террористической угрозы на всех фронтах. Египет на пороге нового витка хаоса. Сегодня в результате взрыва самодельной бомбы в окрестностях Александрии погиб один и пострадали два человека. Устройство сработало на трассе, когда мимо проезжала колонна полицейских машин. Известно, что погибшие и пострадавшие – случайные прохожие. Среди силовиков жертв нет. Еще один взрыв прогремел в Каире на улице, выходящей к главной площади Тахрир. За ситуацией в Арабской республике следит мой коллега Владимир Унанянц. Египет захлестнула волна насилия. В стране практически ежедневно гремят взрывы, а резко активизировавшиеся после свержения ставленника братьев-мусульман президента Мухаммеда Мурси экстремистские ячейки осуществляют вылазки по всей стране пирамид, считавшиеся некогда одной из самых спокойных и безопасных в мире. Несмотря на все усилия обуздать, экстремистское подполье пока не удается. Президент Египта Абдул-Фатах Аль-Сиси объявил беспощадную и безоговорочную войну терроризму. В связи с атакой экстремистов на Синай минувший четверг, жертвами которой стали свыше 30 человек, главным образом военнослужащие Аль-Сиси прервал поездку в Адис-Абебу на саммит Африканского союза. По завершении экстренного заседания Высшего Совета Вооруженных Сил Арабской Республики он выступил с телеобращением к нации. «Египет ждет затяжная и трудная борьба с террором. И мы готовы заплатить высокую цену во имя страны и всего региона. Мы столкнулись с самой опасной и тайной организацией в мире. Противостояние будет трудным, но египтяне с их силой воли смогут положить ему конец. Я готов к тому, что меня убьют, но мы не оставим Синай. Мы сохраним то, что принадлежит египтянам, либо погибнем». Синай – головная боль для властей в Каире. 24 октября прошлого года на севере полуострова был совершен один из наиболее кровавых за всю новейшую историю Египта теракт, который унес жизни трех десятков военнослужащих. Ответственность за эту вылазку взяла на себя местная группировка Ансарт-Бейт-Аль-Магдис, которая стоит за большинством диверсий, совершенных в стране после низложения исламистов. Ранее ее главари объявили о том, что присягают на верность лидеру исламского государства и меняют название на Вилайет-Сина, что означает «провинция Синай». Аналитики отмечают, похожие египетские джихадисты на фоне успехов исламского государства в Ираке и Сирии намерены взять реванш. Братья-мусульмане призвали всех иностранцев покинуть Египет до 11 февраля, угрожая новой волной террора. При этом по требованию экстремистов иностранные компании должны отозвать свои лицензии до 20 февраля. По окончании этого срока в действия вступают так называемые движения революционного наказания, которые сделают представительства иностранных компаний объектами своих атак. Последними из Египта до 28 февраля должны выехать дипломаты и послы иностранных государств. Впрочем, бывший военный Абдул-Фатах Аль-Сеси сдаваться без боя явно ненамеренно и церемониться с исламистами не собирается. Суд Египта приговорил к казни 183 активиста движения «Братья-мусульмане» по обвинению в убийствах полицейских. Подписав указ о создании единого командования, которое будет отвечать за борьбу с терроризмом, президент Египта, обращаясь к армии, подчеркнул «Я не связываю вам руки, чтобы отомстить за кровь погибших. Вы свободны делать то, что нужно в этой сфере». А это значит, отмечают аналитики, что Египет ждет жаркая весна. Владимир Унамянц, RTVI. В Италии приведен к присяге новый президент. 12-м главой республики стал 73-летний сицилийский судья Сержо Моторелло. Сменивший на этом постул, подавшего в отставку Джорджу Наполитану. Инаугурационную речь Моторелло начал традиционной фразой «Клянусь быть верным республике и во всем следовать Конституции». Президент Италии, будучи главой государства, исполняет скорее представительские функции. Его убирают не граждане, а нижняя и верхняя палаты парламента, собирающиеся на совместное заседание. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.